Что значит признали? Назначили. Назначили. Кто назначил? Если вас внесли в расстрельные списки и приговорили к смертной казни, вас что, признали мертвым? Нет. Вас просто расстреляли. Это какой-то странный путинский язык, который я не понимаю, зачем нужно употреблять. Не признали, а Владимир Путин составил список, которому объявляют людей своими врагами. Его приближенные постоянно пополняют этот список. Вот что происходит. Это не признали абстрактным. Не то, что что-то случилось, пошел дождь, и кого-то признали. Нет. Есть список, который составляет Владимира Путина, его приближенные. Это список людей, которых назначают своими врагами. Вот он, собственно, этот список и пополняет. Что касается моей персоны, то, знаете, то, что произошло 24 февраля 2022 года, в этот момент было очевидно, что это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для огромного количества народа, для миллионов и, вероятно, десятков миллионов человек. Это будет тяжелое горе на протяжении многих-многих лет. То, что там кого-то вносят какие-то списки Путин, это какой-то настолько несущественный пустяк на этом фоне. И это касается и моей персоны тоже. Впереди очень-очень много горя и беды. Ну что ж, давайте тогда об этом и будем говорить. Отдельно отмечу, мы с вами, конечно, вдвоем в этом расстрельном списке. И помимо нас еще огромное количество людей. И некоторые из них остаются в России. Поэтому мой вопрос отчасти был продиктован тем, как действительно в обществе это сейчас воспринимается. Испытывают ли люди сочувствие, есть ли в обществе какая-то тенденция вот именно отношения к этому ярлыку, к этому расстрельному списку. Но давайте мы это оставим и действительно поговорим о том... Нет, вопрос не вопрос, вопрос понятный. Но поскольку в России в целом люди стараются держаться как можно дальше от политики довольно давно, а с началом войны в особенности, то это, естественно, наиболее опасная часть того, что связано с политикой. Поэтому и от этого люди стараются держаться как можно дальше. Насколько мы видим по тем исследованиям, которые есть, идея дискриминировать собственно сограждан не пользуется поддержкой у россиян. Идея о том, что давайте будем назначать врагов. Нет, эта идея в целом не пользуется поддержкой, и на нее реагирует не очень хорошо. Но что значит реагировать не очень хорошо? В том смысле, что ее не приветствуют. Ну, мало ли, что в России не приветствуют. Путинскую войну тоже не приветствуют. Тем не менее, она продолжается. Спасибо. Ну, а теперь, да, я вынужден, к сожалению, эту историю комментировать, поскольку куда без этого. И тут я хотел бы... Потому что это такое серьезное испытание. Те, кто там поздравляют или там сочувствуют, я могу сказать, что, наверное, это не то и не другое. Те, кто не знает, что Минюст в пятницу признал меня иноагентом, я стал агентом 756 под номером. Не могу сказать, что я радостно к этому отношусь, как в целом у закона об иноагентах, потому что, если вы прочитаете формулировку, которая стоит напротив моей фамилии, ну, первое, что я могу сказать четкой ремаркой, то, в общем, под эту формулировку подходит все 100% людей, которые высказывают любую свою публичную деятельность. Ну, высказывают какую-то публичную позицию. По причине того, что каждый из них принимал и принимает участие в создании тех или иных материалов, каждый из них принимал и отвечал на вопросы с иностранными СМИ, теми или иными. Ну, при том, что в моем случае, как говорится, с иностранными СМИ я взаимодействую десятилетиями. Это как-то подтверждает мою, простите, ну, наверное, это наглость, наверное, хотя это физическая правда, мою мировую известность. Ну, понятно, что, конечно, не я, не Барак Обама, не Дональд Трамп, ну и так далее. Поэтому, если ты взаимодействуешь с... отвечаешь на вопросы, то дружественные эти СМИ, недружественные, это уже, простите, не мне определять. Если меня, как говорится, присвоили данную плашечку за то, что, как говорится, я высказываю позицию, при этом позиция никоим образом не обсуждается. Потому что те, кто смотрит меня очень-очень давно, знают, что, например, на каналах, которые не относятся к Российской Федерации, позицию, которую я озвучиваю, и ту аналитику, которую даю, я жестко отметаю, в том числе, пропаганду любого толка, хоть левого, хоть правого, хоть серого бурмалинового, ну, это, как говорится, к делу не относится. Посему? Ну, это, как говорится, мое отношение к тому материалу, который, безусловно, мы когда-то будем оспаривать, по вопросу, имеет ли в этом физический смысл. Делать из этого перформанса я не вижу никакого смысла, сразу могу сказать. Как-то заламывать руки и там говорить, ах, как были они неправы. А тут я некоторым образом сейчас подкину дровишек тем, кто искренне думает, что там вот есть система, вот там идет в область 37-го года. Нет, она не идет в область 37-го года, потому что, в общем, все люди с публичной позиции, они все на поверхности, и по большому счету Минюст мог бы это сделать все в один присест. То есть всех людей, ну, то есть это секретарская работа, всех просмотреть, кто является экспертами, тут же всех внести в список не на агентов, и на этом закончить свою работу. Если брать абсолютно прагматичную и неэмоциональную часть, несмотря на то, что, подчеркиваю, в пятницу для меня это было неприятным сюрпризом, как и для моих родных, близких, партнеров для ряда компаний, вот, я могу сказать, что, в общем, действуют они в час по чешейной ложке, правильно себе, как любая чиновничья структура, обеспечивая работу на долгие-долгие годы. Говорить о том, что вот видите ли, что это точно репрессивно так работает машина, нет, репрессивно машина так не работает. Репрессивно машина должна была бы работать по совершенно другим правилам. Поэтому имейте вот это в виду. Вот, она достаточно рациональна, как-то вот выдаивает, вот, как-то, там, вот, двух, трех, четырех, пяти. Может ли это дальше развиваться? Да, конечно, может. Может ли ситуация ухудшаться с иноагентством? Конечно, может, безусловно. Этого никто, в общем-то, исключать, нет, не было и не будет. А теперь я хочу поговорить о главном. В первую очередь, про вас, да, дорогие мои? Потому что, как мы, условно говоря, иноагенты, справляемся с этой ситуацией, ну, это, в общем, зависит от морали, этики. Кто-то там бросается в те или иные лагеря, начинает, как говорится, прибиваться к тому или иному берегу. Это, в общем, наше, как говорится, иноагентское дело. Как говорится, а вы распяли Христа. И это, в общем-то, наше иноагентское дело. Вот это как раз из этого разряда. Поэтому теперь вернемся к вам. Первое, что я хочу отметить. Значит, если вы почитаете внимательно все документы, иноагентство не является криминализирующим фактором. Даже как бы кому-то не хотелось, как бы там не все не растягивали. Да, это усложняет работу. Я много сейчас об этом проговорю в этом вступлении. Но это не криминализирующий фактор. Что это означает? Что здороваться, фотографироваться, репостить. Напомню, что я не несу там... То есть иноагент не несет ответственность за то, что вы делаете там репост тех или иных материалов. Если там не стоит плашка, ему не прилетает, это вам может прилететь. Поэтому лучше поставить звездочку с фразой «Внесен в реестр иноагента». Но человек не становится в эту секунду прокажен. Поэтому в том числе переводы, донаты, которые вы оказываете помощь вашим иноагентам, которым вы видите, не являются криминальным аспектом. Не надо здесь произносить фразу «это еще пока», потому что в том числе и по другим статьям, в общем-то, поддержка, которая не является оплатой за те или иные услуги, именно поддержка благотворительная, не носит характер, опять-таки, криминализирован. Это первое. Второе, поэтому я говорю про вас. Подписывать контракты с иноагентом, если он там как физическое лицо, если вы являетесь частной организацией, вас это никоим образом не криминализирует. Ни при каких обстоятельствах. Если вы частная компания, если у вас нет какого-то внешнего аудита по тем или иным аспектам, вы не получаете какую-то государственную помощь, то в том числе вы не получаете каких-то проблем. Потому что все, что касается иноагентства, это все, что история про некие публичные заявления, обсуждения. Если иноагент у вас работает, тем или иным способом, если вы нанимаете иноагентом водителя, если там приедет, например, кто-то из преподавателей и частным образом, конечно, не для детей, прочитает непубличную лекцию, то и вы ему за это заплатите. Это никоим образом не криминализирует ни вас, ни самого иноагента. Поэтому почему я делаю такую очень важную ремарку? Потому что в чем как раз тут плохость закона иноагентства? В том, что он, конечно же, фактически тем людям, у которых является должность, ну, то есть их основная, как говорится, профессия, это читать лекции, это просвещение, они на этом зарабатывают деньги, это неплохо, опять-таки, нехорошо, для них это фактически запрет на профессию. То есть все внимательно прочитаем в списке запрещенных действий для иноагентов. Вот для большинства людей, которые связаны худо-бедно с какой-то публичной деятельностью, в том числе это, к сожалению, относится и к ученым, которые вынуждены или обязаны не только иметь индекс цитируемости, но и выступать где-то, для них это фактически запрет на профессию. В этом-то как раз и плохость этого закона. При том, что эти ученые могут получать гранты из недружественных государств, и это неплохо, нехорошо, потому что это все развивает отечественную науку, в том числе это относится и к тем просветителям, а у нас достаточное количество просветителей, которые работают на Россию, и тут как раз я бы куда бы было бы более, я бы относился к этим людям, куда больше бы с мерами поддержки с точки зрения государства, потому что эти люди, даже если они имеют отличную от позиции властей свою точку зрения, они являются таким камертоном, который как-то не дает спать. Поэтому вопрос к вам. Если вы, как это, занимаетесь самоцензурой, пугаете себя больше, чем пугают даже те люди, которые попали в эту ситуацию, потому что, ну, если там по мне, там просто есть конкретная группа людей, точнее, пару человек, я об этом говорил, что там несколько месяцев назад на меня был заказ, но заказ по линии вот этих людей не прошел, потому что сказали, что не только нет фактуры, но и нет претензий, но вот решили поиграть в такой гадостный метод. Ну, как говорится, ок. Поэтому, помните об этом, поэтому нанимать на работу или приглашать иноагентов на просветительскую деятельность можно и нужно, если это, конечно, безусловно, не связано с какой-то высказыванием публичной позиции. Вот. Точно такая же ситуация в работе этих людей в непубличной сфере в виде директоров, редакторов и так далее. То есть, если они не... Вы их не обязаны там вывешивать на какие-то материалы, если эти материалы носят характер внутренний, это аудит, это бухгалтерия, это все, что связано с теми или иными, ну, даже в том числе, и мои работы связаны с аналитикой и стратегией. Точно такая же ситуация. Это никоим образом те платежи, которые проходят, если вы не являетесь государственной организацией, не криминализируют ни вас, ни самого иноагента. Плюс ко всему, напоминаю, что у каждого из этих людей есть возможность не только оформить юридическое лицо, связанное с иноагентской деятельностью, но и ино... Если оно связано, например, с публичной деятельностью, если есть другой вид деятельности, например, они, не знаю, занимаются стройкой, это никак не связано с иноагентством. Человек занимается стройкой, у него одно юридическое лицо, человек занимается публичной деятельностью, просветительская, у него другое юридическое лицо. Поэтому все, что связано с тишиной кабинета, все доступно в ИА. Поэтому 37-й ли это? Ну, я бы сказал бы нет. Это не 37-й, конечно, но далеко, конечно, не радость шариками гиги. Поэтому те, кто говорят, что вы попали в список хороших людей, я вам скажу так. Я благодарен тем, кто пожимает руки, те, кто поддерживает, поддерживает, потому что действительно это очень важно, когда к тебе подходят люди и высказывают респект. Но я хочу вам сказать, чтобы быть приличным человеком, для этого не надо опираться на мнение какого-то чиновника, потому что мне периодически такое говорят, как вам удалось засидеться, мы тут начали переживать. Ну, это, конечно, понятно, что это шутка. Но я могу сказать, что для того, чтобы считаться в ваших глазах приличным человеком, я считаю, что вам и мне не нужно мнение какого-то чиновника, который тем или иным способом, по данным случаям, как я вам сказал, не только даже, не то, что по формальным признакам, а вот если, поскольку там одна из фраз, которые я прочитал в своем досье, что я высказывал критически, распространял критические взгляды на действия властей России, я могу сказать следующее, что если мы сейчас придем в магазин, где торгуют яйцами, боюсь, что вы на агенты, нам надо будет записать все 146 миллионов по тем основаниям, которые стоят напротив номера 756, коим я стал. Засим. Дорогие мои слушатели, поскольку эту тему я вынужден комментировать, я надеюсь, что за эту неделю я на всех каналах, где только возможно, про это проговорю и более говорить не буду, потому что не вижу в этом никакого ни ценности, ни смысла. Что следует делать вам, и как бы хотелось бы, чтобы вы действовали, чтобы не занимались сами цензурой, не пугали себя излишне рано, как это не надо падать раньше выстрела, я бы вот дальше это, как говорится, действие за вами. Поэтому это больше проверка для нас с вами. Для меня, как я с этим справлюсь с точки зрения своего окружения, для моего окружения, как оно справится с точки зрения, там, расторгнет контракты, не расторгнет контракты, а останутся рядом, побегут и так далее. Не первый раз происходит в моей жизни подобного рода событие, вот, и куда более жесткие были за те, там, 50 с лишним лет. Поэтому, в общем-то, проверка на вшивости, как это называется.